В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». В студии Татьяна Анкудовича. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Героическая страница истории. 79 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Меры поддержки в пенсионном фонде рассказали о выплатах отдельным категориям граждан. У истоков православия христиане отмечают крещенский сочельник. Чем холоднее, тем лучше. Клуб закаливания «Пингвин» верен своим традициям. 18 января в истории героических подвигов отмечено как день прорыва блокады Ленинграда. Сегодня 79-я годовщина этого переломного момента в сражении за город на Неве советских войск с фашистскими захватчиками. С сентября 1941 до начала 1943 года Ленинград оставался замкнутым во Вражеском кольце. Переломить эту ситуацию смогла операция «Искра». Вот кадры военной хроники. Первый дефорсировали Неву в части гвардии генерала Йора Симоняка. В 11 часов 50 минут батальон капитана Савакина устремился на лёд Невы. Операция «Искра» провалила план фашистов взять Ленинград штурмом. 18 января 1943 года соединились войска Ленинградского и Волковского фронтов. Подвиг советских бойцов укрепил веру жителей осаждённого города в неминуемый разгром врагам. Дал возможность наладить снабжение и спасти тысячи жизней. По традиции в этот день в музей-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» состоялась торжественная акция на рубеже бессмертия. Ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Александр Дрозденко, жители блокадного Ленинграда и волонтёры возложили цветы к памятнику «Белый танк». Я благодарен ветеранам. Несмотря на погоду, на условия, каждый год сюда приезжают делегации из Петербурга, из Ленинградской области. Это ветераны, блокадники. Да, с каждым годом им тяжелее приезжать, годы берут своё, но они всегда здесь. Потому что нет ничего важнее, чем память. Живая память, а они живые свидетели этой истории. И очень важно, что каждый год сюда приезжает молодёжь. Как отметил глава региона, очень важно сохранить память о блокаде, о дороге жизни, об истории подвигов и донести её до будущих поколений. Необходимо не только наполнять музеи архивными материалами, но сделать так, чтобы они были интересны подрастающему поколению. В регионе создадут единый комплекс, посвященный Ленинградской битве. В него войдут музеи «Прорыв блокады Ленинграда», «Кабона. Дорога жизни», «Невский пятачок», новое музейное пространство в деревне Коккарева, а также мемориалы и памятные знаки «Зелёного пояса славы». 872 страшных дня. Именно столько прожили ленинградцы во Вражеском кольце, страдая от холода, голода, обстрелов и бомбёжек. Сотни тысяч погибших и осиротевших. Операция «Искра» стала уже пятой и, наконец, успешной попыткой прорыва блокады. Всего за 19 суток была проложена железнодорожная ветка протяжённостью 33 километра, которая обеспечила поставку продовольствия измученным жителям города на Неве. В нашем архиве сохранились истории людей, ставших очевидцами тех событий. Как они выживали и как ждали этот день, смотрите в следующем репортаже. 18 января в России отмечают одну из важнейших дат в истории – прорыв блокадного кольца. 78 лет назад в результате ожесточённых боёв войсками Ленинградского и Волховского фронтов удалось восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной. Построенная вдоль южного берега Ладожского озера железная дорога позволила значительно улучшить снабжение города. 900 дней в кольце врага – особая страница в истории Великой Отечественной войны. Символ невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма. Выборжанка Надежда Михайлова маленькой девочкой оказалась во Вражеском кольце. Когда началась война, ей было всего три года. Но страшное время до сих пор встаёт перед глазами живыми картинами. Это был самый холодный год. Это в довершение всего прочего именно 30-ти градусные морозы просто зарядили. Зарядили в эти дни. Ну, у нас благо, что мы жили на самом берегу у Невы. Мама с бетончиком ходила, и проруби были вырублены. И вот эта очередь шла туда и обратно. Некоторые шли и умирали. Мёртвых никто не удивлялся на улице встретить. Мама мне рассказывала, как она однажды идёт. Говорит, я иду, в сугробе стоит красивая девушка с открытым льтом и раскинутыми руками. Она замёрзла. У мамы была страшная дистрофия. Она ложилась спать, не снимая валенки. Потому что, если ты снимешь, то ты не наденешь снова их. Ну, все дети были с проваленными чёрными глазами от голода. Ну, в основном, значит, карточки, конечно, нам давали. Давали иждивенческие карточки. Там были прописаны крупа, мясо, тэ-тэ-тэ-тэ, и так, и так. Ну, этого ничего не было. То, что добывали, то добывали. В городе не осталось ни голубей, ни крыс, ни птиц. Всё, ни кошек. Ничего не было. Всё было съедено. Блокадное кольцо сжималось. С севера наступали финны, со стороны луги – немцы. Первое время семья меняла вещи на хлеб. Уже к концу ноября 1941 года дневная норма хлеба составляла всего 125 граммов. И только весной 1942-го мать и дочь были эвакуированы по Ладожскому озеру. Для них было поле боя, для других – дорога жизни, а для третьих – могилой. И до сих пор на дне Ладожского озера лежат, покоятся и кости, и техника, очень много всего. И вот 22-го, 23-го ноября, наконец-то, лёд на Ладоге встал, 1942-го года. И мы выезжаем, выезжаем, значит, покрыты, едем ночью, покрыты брезентом. Впереди нас шедшая машина рухнула в промойну. Обстрел был, рухнула в промойну. И крики, визги и всё, и плавающие люди, но останавливаться ничего, никому нельзя. Машины шли с определённым расстоянием друг от друга. Объезжаем, нам повезло, мы добрались до большой земли. И мама рассказывала, как люди целовали эту землю в Кабоне, куда привозили блокадников. И там нас распределили по поездам. Проверяли людей на прочность не только голод, холод и беспрерывные бомбёжки. Был ещё четвёртый смертельный враг ленинградцев – информационная блокада. Более полугода с того дня, когда город был окружён врагом, радиосигнал сюда не доходил. Работа ленинградского радио возобновилась лишь в марте 42-го. Для жителей блокадного города оно стало единственной связующей нитью друг с другом. Со страной, с жизнью. Именно благодаря радио люди не утрачивали связь с большой землёй. Это очень важно было. Очень. Даже вот мы-то маленькие дети. Мы же ждали радио. И даже в тот момент, когда объявлялась воздушная тревога, и надо было идти в бомбоубежище, наше внимание было приковано к радио, потому что выступала Мария Петрова со сказками, с утешениями. И вот для нас радио – это была жизнь, это подарок. А для взрослых и тем более. Мы были оторваны. Мы не знали, какие города взяты, где находится фронт. Прорыв блокадного кольца стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он предал жителям и защитникам города жизненных сил, уверенности в близкой победе над врагом. Практически через год после этого блокада была полностью снята. Но забыть те страшные дни ленинградцы не смогут уже никогда. Мы очень хотим, чтобы память о блокаде всё-таки сохранилась. Чтобы дети наши, внуки наши, и теперь уже наши правнуки, а у меня пять их правнуков. Чтобы никогда не они, не весь наш народ. Сейчас столько злого, столько на Россию выливается грязи, что просто обидно очень. Всю эту историю переписывают. Но, ребята, к вам обращаюсь. Не верьте этому, не верьте. Наш народ достоин уважения, достоин был этой победы. И чтобы снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Анастасия Покатилова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». В Ленинградской области отказались от термина QR-код, сообщает ресурс «Минус коронавирус». В новом антиковидном постановлении он называется «Сертификат о прививке против коронавируса». Также в документе используется понятие «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции», «Медицинский сертификат», «Сертификат о профилактических прививках». Напомним, сертификаты о вакцинации, содержащие QR-код, в котором зашифрована информация о вакцинации гражданина, начали выдавать на портале госуслуг в январе 2021 года. Пенсионный фонд начал предоставлять россиянам меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд. В частности, это коснулось выплат на детей. «Это ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за детьми до полутора лет, пособие по беременности и родам женщинам, которые уволены в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка, это все речь идет о неработающих женщинах, единовременное пособие при передаче ребенка в семью и ежемесячное пособие семье военнослужащего на ребенка, который проходит службу по призыву в армию». Также федеральный орган выплатит пособие людям, пострадавшим от воздействия радиации и реабилитированным лицам. Большую группу составляют пособия и компенсации семьям военных и сотрудников силовых органов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте пенсионного фонда. Важно отметить, тем, кто уже получает соцподдержку, выплаты придут автоматически. Для своевременной передачи данных сотрудники социальной защиты и пенсионного фонда проделали большую работу по межведомственному взаимодействию. Тем, кто имеет право на пособие, но не получал их ранее, необходимо обратиться в клиентскую службу управления по месту жительства. И еще одно изменение. С 2022 года пенсии по инвалидности назначаются без подачи заявления. Мы не будем ждать никакого заявления по документам, имеющихся в распоряжении пенсионного фонда. Для назначения пенсии по инвалидности требуется хотя бы один стаж, один день стажа работы. Упрощен порядок прохождения повторного для назначения пенсии по инвалидности. То есть это все проводилось в заочном режиме, без обращения в бюро медико-социальной экспертной комиссии. Этот порядок будет продлен до весны 2022 года. В дальнейшем планируется расширить канал оформления пособий и запустить услугу подачи электронных заявлений через портал госуслуг. Что касается индексации социальных пенсий, то их проиндексируют с 1 апреля на 7,7%. В Ленинградской области наращивают темпы до газификации. В этом году голубое топливо планируется подвести к 43 тысячам домов. В регионе продолжается реализация программы, объявленной президентом Владимиром Путиным. С начала кампании по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей области принято более 17 тысяч заявок. За минувший год газопроводы подведены к границам более чем 3 тысяч домовладений. В план на период до конца 2024-го включено почти 60 тысяч участков. Для снижения затрат на газификацию из регионального бюджета собственникам предоставляется субсидия. Она возмещает расходы на приобретение плиты, водонагревателя и котла. Кроме того, эти средства можно направить на проведение газопровода по земельному участку. Максимальный размер субсидий для жителей Ленобласти 180 тысяч рублей, для льготных категорий 200 тысяч, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам до 300 тысяч рублей. Заявку на догазификацию можно оставить на сайте «Газпром газораспределения Ленинградской области», а также на портале «Госуслуги». Каждый охотник должен знать. Российское правительство с 1 сентября 2022 года ужесточает процедуру получения охотничьего билета. Соответствующий законопроект рассмотрен Госдумой. Граждане, впервые решившие выйти на добычу диких животных, должны будут пройти обучение и сдать экзамен на знание требований охот-минимума. Охот-минимум включает в себе минимальные требования о знании правил охоты, биологии охотничьих животных, также требования к технике безопасности при проведении охот. Это направлено на уменьшение травматизма на охотах и для повышения общей грамотности наших молодых охотников, которые вновь вступают в охотничье общество. Специалисты также рассчитывают, что наличие набора знаний сократит ущерб, наносимый охотничьим ресурсам и среде их обитания. Кстати, для получения разрешения на добычу дичи теперь не надо ждать постановления о сроках весенней охоты. В минувшем году изменениями в соответствующий закон были установлены четкие сроки начала промысла. На пернатую дичь охота стартует в апреле. О получении разрешения стоит позаботиться заблаговременно. Чтобы не создавать какой-то ажиотаж при получении разрешения на весеннюю охоту, которая уже не за горами, просьба к охотникам заранее приходить. Можно за месяц-полтора уже прийти и заранее получить разрешение на право добычи птиц. С правилами и сроками охоты можно ознакомиться на сайте регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Школьников научат противостоять кибератакам. С 17 января по 6 февраля в школах Ленинградской области проходят интерактивные уроки цифры. Школьникам расскажут, чем занимаются специалисты в области информационной безопасности и научат основам безопасного поведения в интернете. Темы занятий для учеников младших, средних и старших классов будут различными. Урок цифры – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от специалистов ведущих технологических компаний. Он реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Крещенский сочельник отмечают православные верующие 18 января. В храмах с утра прошли торжественные богослужения. В Спасо-Преображенском соборе литургию возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. День Богоявления Господня, как и Рождество Христово, является днем явления в мир Спасителя. Именно от дня крещения в Иордании Спаситель выходит на свою проповедь для того, чтобы народ Божий услышал его слово. После литургии священнослужители совершили великий чин освящения воды. Набрать святую воду в храме можно с 18 января. Я считаю этот праздник очищением души человека и тела. Поэтому каждый год набираю воду для того, чтобы можно было дать попить детям, мужу своему. Я эту воду соединяю с Иисусом Христом, с Богом нашим. А на целый год не мутнеет, не портится ничего. Это святая вода. Я набирал святую воду в Антарктиде во время крещения, освящения было на станции Белинсгаузе, но тоже прям водоемы течет, речка, оттуда набирали и тоже хватало почти на целый год. Так что это очень полезная вещь. Лечебная водичка, лечебная. Приболел, раз, попил, потер, вроде как проходит. Воду берем для питья именно в храме, молясь причем. Ведь у раздачи воды есть молитва всегда. С тем, чтобы действительно эта вода нам действительно была даром, нам действительно была помощью. Многие люди правильно понимают, что сначала служба, сначала богослужение, а затем уже погружение для того, кто захочет. Вечером в храмах прошли все ночные бдения. После освящения купели, оборудованной в акватории Большого ковша, верующие смогли принять участие в крещенских купаниях. В сам день крещения Господня в Спасо-Преображенском соборе проходят две божественные литургии. В семь и в десять часов утра. По их окончании вновь совершается великий чин освящения воды. Ее верующие могут набрать до конца этой недели в часы работы храма. Как укрепить здоровье и улучшить настроение? Члены клуба «Пингвин» ответят без раздумий. Нырнуть в прорубь. Нынешняя зима выдалась на радость экстремалам – холодной и снежной. Кто же эти бесстрашные люди? Расскажем прямо сейчас. Прежде чем нырнуть в ледяную воду, обязательный разогрев – естественным путем. Мужчины выпиливают прорубь, расчищают дорожку. Алкоголь здесь под запретом. Задают такие вопросы, как не разогреваетесь ли вы чем-то еще перед заплывом, чем-то горячительным. Нет, ни в коем случае. Клуб у нас безалкогольный, не устаю это повторять. Спортивное – это не просто купание, это экстремальный вид спорта. Разогреваемся мы после купания, собираемся большой компанией к столу, пьем чай. И у нас фирменное блюдо – это гренки с чесноком. Это испокон веков здесь. 28 февраля клубу закаливания «Пингвин» исполняется 36 лет. Сейчас в нем состоят 15 человек от 9 до 82 лет. Основная же масса – это мужчины 40-45 лет. Андрей Флория работает сварщиком на судостроительном заводе. Его коллега по клубу Юрий Бака – машинист на железной дороге. Настроение очень превосходное. Во-первых. Во-вторых, здоровье. Здоровье. Я перестал болеть. Ну и самочувствие превосходное. Так как не мешает работе, а наоборот. Вообще супер. Это у меня мечта, наверное, была с детства. Просто единомышленников таких не было. Не знал, что они есть. А так вот советую всем попробовать. Я вот первый сезон здесь, где-то вот первую зиму. Очень нравится и буду дальше продолжать. И прям такое ощущение не передать. Прям такой вот внутренний такой жар и тут же и холодок. Сегодня, правда, тепло еще. А так вот минус 20 когда – это вообще супер. Клуб действует круглый год. Летом моржи тоже не скучают, а ходят в длительные турпоходы. На базе оседают с появлением на заливе льда. Это дает огромный позитив. За неделю снимает все стрессы, которые скапливаются на работе и дает хорошее настроение и заряд бодрости на всю неделю. Юный морж Лера Холодникова в клубе не первый год. Девочка даже не замечает, что вода довольно холодная. Мне кажется, что она теплая. Я занимаюсь еще спортом и прорубь мне помогает в этом. Одним словом, каждый из этих людей находит в моржевании что-то свое – способ взбодриться, улучшить настроение, укрепить иммунитет. Да и общение с единомышленниками всегда идет на пользу. Татьяна Анкудович, Наталья Березовская, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Легкий мороз, много снега и хорошая трасса. В минувшие выходные встретили участников первенства Выборга по лыжным гонкам. Около сотни спортсменов соревновались в скорости в свободном стиле на лыжной трассе в Кировских дачах. За юных и взрослых лыжников пришли поболеть и наши корреспонденты. Лыжники от 9 до 70 лет соревновались в выходные за медали первенства Выборгского района по лыжным гонкам. Дистанции для них подготовили протяженностью 3, 5 и 10 километров. Трехкилометровая трасса достаточно легкая, рассчитана на начинающих. А вот 10-километровая со сложными спусками и подъемами под силу только подготовленным спортсменам. Тренирующие на этих подъемах и подъемы на трассах, на других уже не кажутся такими опасными. Плюс трасса всегда готова, ну, отлично подготовлена. Яна Никаншина почти 4 года занимается у Виктора Ковалева. Говорит, лыжные гонки приносят ей массу удовольствия. Море просто положительных эмоций, ну и успехи есть. Выиграла областные соревнования, вот, 11-го числа и 24-го в коньковой гонке. Ну, выборгские, надеюсь, на выборгских тоже хорошо пробегу. Конкуренция у нас хорошая, это очень радует. Александр Плотников, наверное, самый старший спортсмен на трассе. На лыжах он лет с 4-5, сейчас ему 70. И он до сих пор работает тренером в Зеленогорской спортивной школе Олимпийского резерва. Зима хорошая, настроение хорошее, нам больше лыжникам ничего не надо, лишь бы снега побольше. Зима воздает, прошлые долги нам отдает. Вот, поэтому мы пользуемся, стараемся, как можно больше проводить время на улице, на снегу. По итогам гонок Александр Плотников занял четвертое место в своей возрастной группе на дистанции 10 километров. Спортсмены отмечают, что трасса отлично подготовлена, а зима в этом году лыжников балует. Трасса отличная, жалко, что не получилось нормально проехать из-за палки, на втором километре сломал. Вот, ну, мы, в принципе, не за победу, вот с семьей приехали поддержать память нашего отца, который здесь гонял. Трасса отличная, всех приглашаем в Кировские дачи, в том числе не только в тренировочный процесс, но и соревновательный. Сегодня проходил второй этап, Кубка города. И, кстати, Яну Никаншину трасса тоже не подвела. В своей группе на дистанции 3 километра она оказалась сильнейшей. Елена Березовская, Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Проблема дефицита медицинских кадров в Выборгском районе стоит особенно остро. На сегодня медучреждения укомплектованы персоналом лишь на 60%. Об этом в студии программы «Городская среда» рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Великжанин. По его словам, эта проблема решится в течение ближайших лет. Справиться с кадровым голодом помогут в том числе специальные программы для студентов медицинских вузов, а также обеспечение медиков жильем. Мы за счет средств областного бюджета будем компенсировать коммерческий найм до 15 тысяч любому специалисту, который к нам приедет. Это гораздо быстро, это просто снять квартиру, это достаточно одного дня приобретать жилье и так далее. Поэтому мы считаем, что это должно сработать. Ну и надо понимать, что у нас изменилось законодательство по целевому обучению. Два года оно достаточно жесткое, и студенты, которые у нас учатся, их почти тысяча, сейчас на разных курсах в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, к нам придут обязательно, потому что, ну, если они не выполнят свои обязательства, им необходимо компенсировать государству все, что государство потратило на их обучение, а нам на... мы выплачиваем каждому студенту 5 тысяч ежемесячно нашему целевику стипендию, ординатору 10 тысяч, то есть все это надо возвращать, поэтому мы ожидаем большой наплыв через буквально 4 года. Полную версию интервью с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергеем Валикжаниным смотрите в среду, 19 января в 19.00 на канале ВМТК. Не пропустите! Пропрощаюсь, всего доброго и до новых встреч!